Повторю такую фразу, которую, наверное, говорят все, что дети – это не маленькие взрослые. У детей существуют свои особенности и в эпидемиологии опухолей, и в их локализации. Поэтому для начала мы с вами поговорим именно о тех особенностях, которые отличают опухоли у детей. Ну, это большая проблема опухоли у детей, потому что именно опухоли головного мозга – это самая частая солидная опухоли новорожденных у детей в возрасте от 5 до 14 лет. В возрасте от года до 5 лет – это лейкозы. Ведущая причина онкологической смертности у детей в возрасте до 14 лет – примерно 50% педиатрических опухолей – это гриальные опухоли, причем из них 15% гриома низкой степени злокачественности и достаточно много эмбриональных опухолей, из которых лидирует, конечно, медулобластома. Что еще можно сказать по эпидемиологии? То есть вот у нас 60% гриом, из них у нас очень часто встречается пелоцитальная астроцитома, которая очень редко бывает у взрослых, и это хорошо, потому что именно пелоцитальная астроцитома относится к гриальным опухолям первой степени злокачественности. Вот здесь показаны также эмбриональные опухоли, которые составляют 15%, и вот видно, что 60% – это медулобластомы. Все остальные опухоли встречаются, так сказать, в районе 4%, 5% и ниже. Таким образом, главным, что у нас, какие опухоли мы смотрим, это гриальные опухоли и эмбриональные опухоли. По локализации, опять-таки, опухоли у детей стремятся к серединной линии, поэтому мы очень часто наблюдаем у них, во-первых, опухоли задней черепной ямки, опухоли, которые это мужичок и ствол, и опухоли локализующиеся последней линии – это пениальная область и хиазмально-селярная область. У новорожденных у нас преобладает в качестве местоположения опухоли желудочковая система мозга, как мы видим, у детей до 9 лет, это мужичок в основном, и уже после 10 лет приближается, в принципе, эпидемиология опухоли к взрослым. То есть там у них уже лидируют глиомы и лидируют полушарные глиомы. То есть мы переходим от задней черепной ямки, мы переходим к полушариям головного мозга. Здесь вот небольшое сравнение тех опухолей, которые мы видим у детей и у взрослых. Понятно, что менингиомы почти не встречаются у детей, по злокачественным глиомам примерно одинаково, другое дело, что не все злокачественные глиомы у детей как бы верифицируются, и хочется сказать, что злокачественные глиомы у детей имеют свои генетические особенности. То есть глиобластомы детского возраста, для глиобластомы взрослого возраста, это немножко разные глиобластомы, потому что у них разные генетические аномалии встречаются. Ну и вот у детей у нас лидируют пилоцитарные астроцитомы, эпидемарные глиомы, то есть это пластические эпидемомы, обычные эпидемомы, и, как я уже сказала, из эмбриональных опухолей медулобластомы, и герминогенные опухоли, что тоже, в общем, понятно. Очень много опухолей связано, примерно 50%, связано с онкологическим заболеванием, генетически детерминированным. Здесь представлены эти основные, конечно, наиболее известные, это нейрофиброматоз первого типа, возможно, туберозный склероз. Вот поэтому при подозрении на ассоциированное онкологическое заболевание необходим генетический анализ у детей. Ну, конечно, метод выбора диагностики опухоли головного мозга у детей, это магниторезонансная томография, которая помогает определить не только наличие образования, но и множество сопутствующих факторов, таких как отек, масс-эффект, кистообразование, некроз, геморрагия, наличие отверждения гематевоцифалического бомблера и приблизить нас к предполагаемой гистоструктуре опухоли. Ну вот, мне очень понравилось, я слушала онлайн-доклад с последнего Европейского конгресса по радиологии, доклад как раз назывался «Опухоли головного мозга в педиатрии», и для диагностики докладчик сравнил диагностику со золотым правилом оценки недвижимости. Что главное у риэлтора – это местоположение и возраст строения. И, соответственно, мы можем вот этот базовый золотой принцип перенести на опухоли головного мозга у детей, и главное нам для диагностики – это положение, то есть локализация опухоли и возраст пациента. Исходя вот из этих принципов, мы достаточно четко можем предполагать то, что мы можем диагностировать. Ну и, конечно, используется не только МРТ, а для того, чтобы полностью обсудить о том, что мы видим, нам необходимы дополнительные технологии. Прежде всего, это, конечно, функциональные методики МРТ, то есть мультимодальная визуализация, которая помогает нам дать характеристику опухоли, планировать лечение, в дальнейшем проводить оценку его эффективности. Здесь представлены все виды, которые есть мультимодальной визуализации с помощью МРТ или КТ. Ну, а есть еще биомаркеры, которые нам добавляют информацию, ну, конечно, это пазитронная эмиссионная томография, о которой мы с вами сегодня подробно поговорим. Надо сказать, что радиофарм препараты в основном – это меченые аминокислоты, мы с вами будем говорить о метионине, который помечен этим углеродом, который мы используем в нашей лаборатории. Ну, конечно, это не только метионин, но это и фторотилотирозин, и дезоксиофенилаланин. И еще одно сравнение из той же лекции, что пока, конечно, очень мало работ по детской нейроонкологии. И ПЭТ в детской нейроонкологии можно сравнить со спящей красавицей, которую еще только предстоит поцеловать для того, чтобы она проснулась и показала нам всю свою прелесть. Ну, значит, что можно сказать по метионину? Это, во-первых, естественная аминокислота, то есть он повторяет в организме путь своего естественного предшественника. Не совсем понятно, с чем больше ассоциировано накопление метионина в опухоли. Значит, сказывается предположение, что он отражает плотность сосудистой сети в опухоли, но в то же время существуют такие же работы, которые показали, что лучше всего он коррелирует с плотностью клеток опухоли. Поэтому вот эти два процесса, воскулиризация и клеточная плотность, они, так сказать, конкурируют между собой за звание лучшего процесса, с которым коррелирует накопление нашего радиофоропрепарата. Ну и понятно, что основной недостаток метионина – это короткий период полураспада, то есть нам необходим циклотрон. Оцениваются наши изображения, но визуально, но так как большая часть опухоли характеризуется повышенным накоплением, нам нужен какой-то количественный показатель, в качестве которого мы используем индекс накопления метионина, когда сравниваем накопление в опухоли с накоплением в каком-нибудь референтном регионе, чаще всего это кора противоположного полушария, но у детей, вы сегодня, наверное, кто-нибудь, может быть, слушал доклад о тех проблемах, которые возникают в выборе референтного региона у детей, потому что я уже сказала, у детей опухоли средней линии, опухоли задней черепной ямки, опухоли ствола, поэтому у нас возникает вопрос, с чем сравнивать. Значит, конечно, в детской нейроонкологии предприменяются существенно реже, чем у взрослых, потому что исследование связано с лучевой нагрузкой, должны быть очень строгие показания, ограничиваются в определенном смысле теми разрешительными документами, которые имеются в обед-центре, так как лицензия может быть только на обследование взрослых пациентов, или, как у нас на обследовании детей, начиная с трех лет. Детям требуется инстезиологическое пособие, зачастую маленьким детям, поэтому, как бы мы, опять-таки, ограниченной возможностью можем мы давать наркоз или не можем. В редких ситуациях, когда очень возбужденный ребенок допустимо использует перерывный прием препарата, ну вот мы используем такую возможность, и изображение получается достаточно хорошего качества. И, кроме того, у детей возможны исследования и головного, и спинного мозга, потому что опухоли детей склонны к диссеминации. Мы об этом еще немножко поговорим. Что еще можно сказать, что вообще, в принципе, патсимеотика опухоли головного мозга у детей описана плохо, потому что редко проводятся исследования на дооперационном этапе. Если опухоль резектабельна, ее сразу оперируют без каких-либо дополнительных исследований для того, чтобы получить гистологию, для того, чтобы получить иммуногистохимию и поставить диагноз. То есть, на самом деле, как бы на это направляется, либо какие-то проблемы получились в биопсии, с материалом, либо очень какие-то маленькие нарушения структуры, которые не совсем понятно, как трактовать, которые не требуют радикального оперативного вмешательства в ближайшие сроки, вот для того, чтобы дифференцировать все-таки, это опухоль, не опухоль, в этом случае мы смотрим детей на дооперационном этапе, но это гораздо меньшая часть, чем те дети, которые подвергнуты мониторингу. То есть, в основном, ПЭТ используется для мониторинга лечения у детей. И очень привлекательная технология для обследования именно детей с опухолемой головного мозга – это ПЭТ-МРТ, потому что, в общем, это достаточно неприятные процедуры для ребенка, когда им страшно, вот куда-то его кладут, задвигают и так далее. Это все сводится к одному исследованию, не разбивается на два, опять-таки у нас один наркоз и не два наркоза. И, кроме того, иногда требуется достаточно точное совмещение, особенно, например, когда мы смотрим спинной мозг после операции, у нас всякие деформации, очень плохо совмещают на рабочих станциях изображение двухмодальностей, выполнено в разных лабораториях. И, кроме того, иногда, значит, спинной мозг у нас смотрят как отдельно шейный отдел, отдельно грудной отдел, отдельно поясничный отдел, не весь позвоночник у ребенка, и поэтому у нас вообще ничего не совмещается. Поэтому вот как раз для того, чтобы все хорошо совместилось, например, для исследования спинного мозга, такой аппарат, как ПЭТ-МРТ, является очень подходящим. Значит, что можно сказать по первичной диагностике? Я уже сказала, это уточнение все-таки опухолевого генеза, поражение, которое выявлено, если это непонятно, по всем тем параметрам, которые были сделаны, да, ПЭТ, отсутствие опухолевых клеток при биопсии, уточнение гистоструктуры опухоли, ну, скорее, это только для глиом, для остальных не очень понятно, и ПЭТ-Семиотика, в общем, не очень понятно, так же, как и уточнение степени злокачественности, уточнение распространенности глиомы, то есть, в принципе, ее размер, но обычно не используется, потому что все-таки глиальные опухоли с таким диффузным характером роста, они уже начинаются у нас у детей, которые старше 10 лет, то есть, уже у старшей возрастной группы, а у маленьких детей у нас преобладают узловые формы, которые достаточно хорошо видны. Ну, вот здесь в качестве примера вам показано уточнение диагноза, вот, когда у ребенка выявлено, извините, пожалуйста, у ребенка выявлено изменение сигнала на МРТ, в правой височной долине вполне понятно, это у нас фокальная-вартикальная дисплазия или все-таки это опухолевый генез, мы смотрим с метионином, видим повышенное накопление, индекс 1,6, то есть, накопление характерное для доброкачественной глиомы, у этих детей, в общем, работают все те синдромы глиом, которые разработаны для взрослых, ну, и гистология подтвердила, что это доброкачественная диффузная со страцитома с низкой пролиферативной активностью. У этого ребенка, как ни странно, при такой большой опухоли с контрастированием на МРТ, гистология получилась недиагностическая, поэтому было все-таки направлено на БЭД, для того, чтобы уточнить, какая степень залогательности этой опухоли, мы видим высокое накопление с центральным некрозом, очагом отсева, то есть, все признаки глиома, стомы здесь представлены. Таким образом, БЭД помогает уточнить диагноз, вот когда не очень понятная гистология. Конечно, имеются ограничения у детей, потому что есть некоторые совершенно доброкачественные опухоли, которые высоко накапливают метианин, и прежде всего, это пелоцитарная страцитома, особенно опухоли, эти пелоцитарные страцитомы, которые локализуются в язмально-селярной области, они фарактеризуются интенсивным контрастированием, то есть, у них большое количество сосудов, и при этом, если у нас большое количество сосудов, высокое накопление метианина, возможен индекс 2, возможен индекс даже 3, это не говорит совершенно о злокачественности опухоли, но создает определенные диагностические проблемы. Есть другие опухоли, которые также высоко накапливают метианин, вот в этой же лекции, на которую я сегодня бесконечно ссылаюсь, там была представлена грань у фарингеома, которая не имела такого обозвестления, а вот она прекрасно контрастировалась, и она прекрасно накапливала бы тогда же и метианин. Таким образом, все опухоли, ну, ганглию, глиомы, к примеру, и так далее. И вот диффузные глиомы ствола мозга, там не совсем понятно, что нам делают с определением степени злокачественности опухоли, потому что там явно другие бароковые величины, которые были установлены для супрацентериальных глиом, они не работают для опухоли ствола мозга. И другая проблема при оценке опухоли ствола мозга – это вариабельное накопление в воролевом мосту, которое, как бы, в нормальном воролевом мосту может у нас быть выше, чем в самой опухоли сегодня, об этом у вас был доклад, наверное, часть, может быть, слушали, но вот здесь у нас, пример, мы видим опухоль на уровне крайне вертебрального перехода, вот она хорошо видна на МРТ, она накапливает контраст. При ПЭТ-исследовании давайте мы ее найдем. Вот она, вот она на сагитальном среде, мы видим, она не накапливает особо препарат, не выше, чем в мозжечке, а при этом мы посмотрим на воролевом мосте, у нас высокий захват метионина в воролевом мосту. Можно сказать, что так вот выше, чем в какой-либо другой структуре мозга, но, тем не менее, это нормальное накопление. Чаще это встречается после лечения, но, может быть, и до лечения. То есть нам нуждается все-таки нормальное значение распределения метионина в структуре задней черепной ямке, вот, и выбор правильного референтного региона. Я здесь немножко вот так вот порисовала всякие диаграммы. Что мы можем сказать до лечения? То у нас к единице приближается отношение ствол-моржечок. Если мы сравниваем у нас ствол с корой мозга, то у нас соотношение выше, примерно 1,37 в среднее значение, и моржечок накапливает больше, чем кора, то есть соотношение, чем 1,25. Вот после лечения почти не меняется соотношение ствол-моржечок, то есть вот, судя по этим данным, моржечок является все-таки идеальным референтным регионом для оценки опухоли ствола, диффузных опухоли ствола. Повышается накопление в стволе, за счет этого повышается отношение ствол-кора, и также повышается накопление в мозжечке, поэтому повышается отношение моржечок-кора. И мы видим, что если мы сравним вот эти отношения до и после лечения, то значимых различий нет только для отношения ствол-моржечок. Во всех остальных различия значимы после лечения. Таким образом, большую часть, большую внимание у нас уделено мониторингу лечения, это и радикальность операции, и, собственно, мониторинг на разных этапах для решения самых разных вопросов, которые, в принципе, одинаковы для детей и взрослых, и ничего здесь такого нет. Но вот радикальность операции, большую часть статьи, которые посвящены ПЭТ и оценке радикальности операции, они как раз у детей выполнены, потому что стараются добиться полной удаления, тотального удаления опухоли у детей, потому что это существенно улучшает прогноз. Ну и вот здесь представлено у нас, к сожалению, частичное удаление, когда мы видим продолженный рост, это рецидив до операции, и после операции часть опухоли у нас удалена, но часть опухоли осталась. Теоретически, возможно, идти на вторую операцию, чтобы этот кусочек убрать, иногда так и происходит. Ну, а здесь представлено у нас тотальное удаление, мы никаких очагов повышенного накопления после операции не видим. А что врачей смущало? В структуре послеоперационной полости наблюдались какие-то и на МРТ какие-то включения, и на КТ мы видим включение. В общем, это гемостатический материал, который как-то у них вызывал большие подозрения на продолженный рост. В общем, ребенка даже в Германию собираются отправлять, но вот БЭД подтвердил, что это все-таки ядрогенные отключения, а не имеющие отношения к опухолевой ткани. Иногда после операции мы можем увидеть активизацию роста. Вот этот вот очаг, который появился ранее, через месяц после операции контрастирования, он совпадает у нас с очагом максимального накопления и говорит о том, что это все-таки у нас продолженный рост. Это редкая ситуация, когда мы видим отсев опухоли, который был невидим на МРТ, появился на МРТ лишь через месяц. Такое тоже бывает. Чаще всего мелкие очаги мы не видим, но иногда, как вот такая вот эксклюзивная ситуация, какие-то мелкие очаги появляются у нас до того, как их становится видно на МРТ. Достижение БЭД, можно сказать, приятным бонусом – это то, что оценка радикальности не зависит от срока исследования после операции. Если МРТ мы ограничены, в общем-то, одни и трое суток, то БЭД можно выполнять в любое время, когда ребенок стабилизирован, его можно вести в любое учреждение. Но главное – это диагностика продолженного роста опухолей, и то, что нас здесь интересует – это то, что у детей имеется склонность к диссиминации. То есть у детей мы ищем метастазы. Метастазируют опухоли в пределах центральной нервной системы, в основном по ликварным путям. То есть мы ищем внутрижелудочковые метастазы и мы ищем оболочечные метастазы. То есть диффузный паттерн роста, который вообще характерен для глиальных опухолей у взрослых, у детей появляется, у детей старшей группы. Как мы уже сказали, когда у них они достигают, так сказать, старшего взрослого возраста и уже не отличаются от взрослых. Мы вот видим у эмбриональных опухолей эпидемум, то есть те опухоли, которые встречаются все-таки у маленьких детей, у нас может быть продолженный рост либо локальный, то есть в зоне операции, либо это у нас метастазы, которые вот здесь видны. А что значит метастазы? А метастазы значит, что мы смотрим очень мелкие очаги. И здесь у нас вступает, так сказать, в игру ограничение пространственного разрешения метода. Внимательно очень мы смотрим на все мелкие очаги. Здесь нельзя сказать заранее, какое накопление будет. Некоторые мелкие очаги прекрасно накапливают метианин, а некоторые мелкие очаги мы можем пропускать, и это не означает, что это не опухоль. Ну вот здесь вот видно, прекрасно виден локальный продолженный рост. И если мы приглядимся, все-таки по ходу желудочковой системы в передних рогах боковых желудочков, мы тоже видим накопление, это в области треугольника бокового желудочка, которое говорит о том, что здесь есть суббиндимальные метастазы, то есть метастазы по желудочковой системе. Ну вот случай диффузного продолженного роста, когда несмотря на отдельные очаги контрастирования, которые, к сожалению, врачи МРТ очень часто принимают за метастазы, если отдельные очаги контрастирования не связаны между собой, значит, это метастазы. Опыт четко показывает, что это единый рост опухоли, это единый очаг, мы видим, что он через колено мозолистого тела проходит в другой шаре. Ну вот это диффузный паттерн продолженного роста. Значит, наиболее часто метастазируют у нас метулопластомы и анопластическое бензимома, поэтому нам иногда приходится смотреть и спинной мозг, но, конечно, метровый выбор для оценки спинного мозга – это магниторезонансная томография и контрастирование оболочек, и, так сказать, линейное контрастирование оболочек спинного мозга, более узловое контрастирование оболочек спинного мозга, внутренние очаги – они хорошо видны на МРТ. И ПЭТ тут редко добавляет какую-то информацию, но скорее нам надо оценить, насколько они после лечения метаболически активны. То есть на МРТ что-то видно, оно стабильно, а будет ли оно видно на ПЭТ – мне вполне понятно. Кроме того, на ПЭТ очень хорошо видны метастазы, независимо от того, контрастируются они на МРТ или нет. То есть накопление метианина не зависит от подтверждения гемотоэнцефалического барьера. Но здесь вам представлены и оболочечные метастазы, и желудочковый метастаз, очень маленький метастаз мы видим на МРТ, и он также немножко накапливает метианин, но это небольшое накопление, оно тоже имеет значение. А вот так вот выглядит, понятно, оболоченное метастазирование в виде такого вот линейного накопления по ходу коры. Еще один пример метастазов, множественные метастазы по желудочковой системе. Из этого мы смогли увидеть только один. У нас в центральной части правого бокового желудочка, а вот эти метастазы, которые есть в передних рогах, и которые хорошо видны на МРТ, они на ПЭТ никак не видны. Но в этом случае, конечно, мы говорим, что они есть, но в силу ограничений пространственного разрешения метода, мы их просто не видим. Контрастирование оболочек у детей часто наблюдается, и при этом оно может быть вызвано как процессом метастазирования, здесь мы это все прекрасно видим, так иногда и изменением давления. Вот у детей мы часто наблюдаем контрастирование оболочек после операции, проведенного лечения, и это контрастирование не связано с каким-либо опухолевым поражением, а имеет ядрогенный характер. И вот здесь мы видим, кстати, также эпилцитарную астроцитому, который у нас частично накапливает метионин, который стабильно, хорошо контрастируется. Но это вот, как я уже сказала, особенности этих опухолей. Ну и главное ограничение для оследования спинного мозга, это то, что у нас очень маленький объем нашего органа, где-то порядка диаметра сантиметра, то есть ограничение пространственного разрешения метода PET у нас перед нами во всей красе встает. Кроме того, метионин у нас прекрасно накапливается в диплея костей, поэтому мы прекрасно видим позвонки, и определенный наведенный эффект от тел позвонков также оказывает влияние на визуализацию спинного мозга. И нет единого стандарта оценки PET изображения, опять-таки единого референтного региона. Ну, если вот здесь посмотрим, мы здесь видим метастатическое поражение в виде очага повышенного накопления, которое и на аксиальных, и на сагитальных средах виден. Ну, здесь выраженное поражение оболочек, которое прекрасно видно на PET, ну, и на МРТ тоже. Прогрессирование заболевания, как мы знаем, самое главное – это дифференцировать продолженный рост от каких-то ядрогенных изменений, потому что и то, и то у нас дает контрастирование, нарушение гематоэнцефалического барьера. И базовый принцип – это во всех лучевых поражениях головного мозга мы наблюдаем отсутствие повышенного накопления мытианина, как у этого ребенка. Появилось какое-то кистозное образование в зоне операции, никакого накопления при этом нет, и в течение 21 месяца наблюдения это все стандартно, кроме, так сказать, осталось кистовидное образование, которое имеет неопухолевый генез. Ну, здесь чувствительность и специфичность приведены для взрослых. Я надеюсь, через два месяца на Москве, на радиологии, мы покажем эти цифры, уже посчитанные для детей, но хотя они будут примерно одинаковые. То есть критерий пороговой величины где-то 1,7, все, что выше – это продолженный рост и прекрасная специфичность 90%, но вот проблемы с чувствительностью при таком пороге. А вот это вот, если мы посмотрим, все говорит о том, что у нас замечательный продолженный рост. У девочки с глиобластомой в зоне операции, паровентрикулярно, мы видим такое вот мягкоотканное разорвание.